Козлова Ирина Ивановна Это единственное в мире танковое соединение, сформированное на средства трудящихся, начиная с вооружения и заканчивая обмундированием. Наш музей создан в 1966 году по инициативе ветеранов бригады, но, к сожалению, сохранилось немногое. Нами делается большая работа по сохранению, систематизации и расширению фонда музея. Собранный материал лег в основу написания экскурсий, исследовательских работ, занявших призовые места на городском конкурсе. Традиционно, несколько раз в год мы проводим большие общешкольные мероприятия с привлечением школьников, родителей и, конечно же, в первую очередь ветеранов. Это позволяет привлечь к работе не только членов актива музея, но и большое количество обучающихся школы. Для того, чтобы как можно больше молодежи познакомились с подвигом южноуральцев, в 2016 году актив музея стал работать над долгосрочным проектом «Живая история». Накопленный материал позволил нам это сделать. Результатом этого проекта стали историко-документальные фильмы «Запишите меня добровольцам», «Боевое крещение 63-й танковой бригады», «Освобождение Праги», «День воспоминаний», посвященный творчеству Михаила Львова, поэта, ветерана нашей бригады. В 2018 году, это год 100-летия рождения комсомола, мы обратились в архив музея Челябинского тракторного завода и создали фильм «Комсомолу ЧТЗ посвящается». Эти фильмы показывают в школах тракторозаводского района, на городских и областных мероприятиях, а в нашей школе учителя истории и литературы используют их как региональный компонент. В 2017-18 учебном году актив музея предложил реализовать социальный проект «Помним имя твое». В реализации этого проекта приняли участие ребята 5-11 классов. Была поставлена задача найти информацию на известных сайтах «Подвиг народа», «Память народа», «Мемориал» о войнах бригады. Задача была очень сложная, но ребята справились, найдена информация о 112 войнах бригады. И на общешкольной поисково-исследовательской конференции представители классов презентовали свою работу. Результатом этого проекта стал электронный сборник с информацией о войнах бригады. Используя материал электронного сборника, положено начало серии экскурсий о войнах бригады. В рамках этого проекта на территории школы была заложена аллея памяти «Семь яблонь» в честь семи войнных бригады, героев Советского Союза. В 2019-2020 учебном году инициативная группа музея объявила конкурс памятного знака, посвященного подвигу воинов бригады. На конкурс было представлено 15 проектов. Победил проект учащихся 10 класса. Окажут материальную помощь в установке знака наши социальные партнеры. Депутат Законодательного собрания Челябинской области Михаил Борисович Витгов и депутат Городской думы города Челябинска Валерий Анатольевич Кременевский. Памятный знак будет установлен на аллее памяти. В результате большой работы три года назад в нашем музее появилась переносная выставка из восьмера лапов. Нам дороги эти позабыть нельзя. Она активно работает не только в музее школы, но и на городских и областных мероприятиях. Материал выставки был использован информационными стендами, расположенными в Саду Победы. В 2019 году учеником 11 класса Шавлином Никитой создан музейный сайт, на котором отражена историческая правда о подвиге южноуральцев в годы Великой Отечественной войны.